Привет из солнечного города Сочи! С вами Арина. Сегодня у нас 29 октября, и мы с вами едем и начинаем новый блог. Сейчас я еду к своей подруге, где она работает, в гостинице Ла-Манчо. И, кстати, я вам немножечко покажу снаружи, уже не буду номера показывать, да, пока. Очень много людей там отдыхает, у них полностью забита гостиница, круглогодично она работает. И потом мы с подругой и с риэлторшей поедем в якорную щель, чтобы посмотреть домик, который она приглядела. Сейчас я вам покажу гостиницу Ла-Манчо, которая находится, и адрес сейчас вам покажу, вот так хотя бы снаружи, да. Чтобы вы видели. Она здесь работает очень давно, управляющий и администратор, там все вместе. А вот, и очень там много народу отдыхает, друзья. Приглядитесь! Ну что, друзья, мы приехали с вами на улицу Малышева. Вот подруга живет в этом доме. Новый дом. 13-й. Смотрите, какая красота. Да, здесь во дворе. Цветочки, все зелено, все красиво. Я вам вставлю ва влог. Лилечка прислала видео, что у них там снег в набережных Челнах. Посмотрю, в этот влог вставлю или в продолжение. Тоже разобью наверняка влог. Смотрите, какое небо красивое, чистое, да. Это у меня подружка машину приобрела новенькую. Скоро поедем обмывать на шашлычок в горы. Тоже вас возьму с собой. Так что, друзья, не забывайте подписываться, комментарий, лайк. И я... Сейчас мы будем ехать по Серпантину в Якорную щель. Я буду показывать вам дорогу. Музыка у нее закачанная, тоже на флешку. Другая совсем не такая, как у меня. Послушайте немножко. Посмотрите. Серпантины. В сторону Сочи поедем. С вами. Будьте со мной. Я с вами. И продолжаем наш влог. Друзья, у моей подруги, которой зовут Олька, вот машина новенькая. Шкода Фабия. Шкода Фабия. Пятидверка. Вот она ее только недавно взяла. Буквально вчера все оформила. И вот вам хочу немножко показать, что внутри. Смотрите. Здесь тоже у нее автомат. Вот коробка передач. Магнитолу она будет менять. Вот, кстати, этой машинке 12 лет. Она ее взяла за миллион с хвостиком. И пробег очень маленький. Она ее покупала в Краснодаре. Пробег около 40 тысяч всего лишь. Это очень маленький пробег за 12 лет. Покупала женщина где-то под 60 лет. Я сделала только летом. И вот она такую машинку как-то себе вот нашла. Очень долго тоже выбирала. Вот видите, она очень хорошенькая. Здесь тоже бардачок. Вот он есть. И все отличненько. Магнитолу она будет менять, другую ставить. Сиденья вот ведь все тряпочные тоже. Очень много сзади места. Такая довольно-таки. А была у нее Hyundai Matisse. Hyundai Matisse. Трехдверка. И она долго ездила. Наверное, лет 15 на ней. Вот поменяла. Я немножечко так показала ее машинку тоже. Пока она побежала домой переодеваться. Очень жарко, друзья. Я одела ветровку. И в итоге я сняла ветровку сейчас в футболке. Вообще очень жарко. Сижу, жду свою подружку. Очень давно с ней дружим. Знаю, лет, наверное, 15. Может, больше. Вот. И что? Я была ветровке. Друзья, 25 точно. Градусов. Представляете? Такая жара. И вот сейчас я ее дождусь. И мы поедем уже смотреть домик, который она выбрала. Но не точно. Но уже есть покупатель на квартиру на ее. И домик вроде как бы неплохой. Там единственная проблема с водой. Но я вот немножечко хотя бы вам подснимаю. Так вот. Чтобы вы тоже посмотрели, что там за домик за 10 мл. Они ставили 10 800. А вот торговались за 10. Но они оттуда позабирали все. И бойлер, и плиту газовую. И, в общем, всю технику. И кондиционер, как я поняла. И даже, по-моему, мебель. Так что вот так вот, друзья. Погода отличная. Все супер и прекрасно. Так что продолжаем наш влог. Друзья, видите, сколько сегодня интересно я вам машинку сняла. Чуть-чуть. Да. Сейчас поедем. Дорогу сниму. В гостиницу немножко. Просто хотела пройти вовнутрь. А подруга моя уже выходила. Поэтому я так немножечко так снаружи хотя бы гостиницу и адрес вам сняла. Чтобы вы знали. Вы можете посмотреть в интернете. Забить гостиницу Ла-Манча. Лазаревская. И посмотреть, какие там цены. Вот. У них очень много там комнат. И сдается вообще на ура. Заранее, прям вот вообще за три месяца, за полгода бронируют места. Хотя она не рядом с морем. И не первая береговая, и не вторая береговая. А это практически в городе находится. Где самолет. Вот чтобы вы знали. Примерно это где самолет. Чисто это рядом с аэродромной улицей. Ну так вот. Примерно территориально посмотрите в интернете. Это кому нужно, кому на следующий год. Кто-то планирует что-то. Номера у них очень хорошие. Есть люкс номера. Есть стандартные. Постоянно, каждый год делают ремонт. Меняют полы. Красят стены. Меняют. Там и полотенчики. Она следит все чистенько. И одеяло все чистенькое. Вот. И балкончики есть. В общем, очень чистые номера. Может быть, потом как-нибудь. Я вам покажу. Вот так вот, друзья. Музыка. 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 Связала свои жазишечки. Платье. Смотрите, что у меня получилось. Вспомните, вместе с вами покупала белую пряжу, малиновую пряжу. И вот я решила связать ей вот такой вот наряд. Значит, здесь вот под горлышко шестяная пряжа в одну нитку. Вот это крючком. Вот это спицами. Видите, как у нее получилось тут. Симпатичненько, да? Сейчас я померяю и покажу, как на ней будет смотреться вот это платьишко. С другой стороны я сделала на кнопочке. Сейчас я вам все покажу. Вот что получилось. Платьишко готово. Все ей нормально. Воротничок тоже здесь хорошо прошелся. Довольный и счастливый ребенок. Ребенок-то довольный? Счастливый ребенок? В новом платьишке она теперь будет гулять. Смотрите, красота. Да, красота. Жази тебе красота. Напишите, как вам новое платьишко Жазишкина. Позирует, позирует вам, девчонки. Позирует. Ходит. Показывает свою красоту. Позирует. К мамке пришла. Ну. Ну. И как? Красота, скажи? Красота. На диванчик уже хочет садиться. Ты и так только тут пришла с дивана. Мам только довязала тебе платить. Что, друзья, пора платить коммунальные платежи. Где я живу, напоминаю, не в квартире, а в частном районе, в Лазаревском. И я живу одна. У меня маленькая-маленькая. Маленькая-маленькая небольшое жилье. И октябрь. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она накулялась. И у меня сейчас октябрь. Значит, сравниваем. В сентябре мы с вами платили. Видите, за свет был 100. 103 киловатт. По 7 рублей, да? И сейчас вот уже больше. Потому что в октябре я уже включаю обогреватели. Напоминаю, газа нет. Кто первый раз попал, да, на канал. Значит, вот вывела уже в два раза больше. Видите, в октябре уже было 100 в сентябре. Стало 228. Дальше поехали. Мне очень, знаете, что поразило? Вот сейчас Свет еще показала вам вода, мусорка. Смотрите, вода уменьшилась. Ну, логично, девчонки, логично. Стирки меньше, да? Потому что уже не лето, однозначно. Хотя я каждый день хожу и укидываю потом в мусорку. В мусорку, говорю, в стирку. В стирку выбрасываю каждый день. Я не хожу по 2-3 недели. Это просто бред какой-то. Для меня было дико, когда я сюда приехала, люди раз в неделю стирали. Нет, я стираю часто. И постельное, ну, мы городские привыкшие, наверное. И постельное стираем часто. И моемся часто. И, в общем, переодеваемся часто. Все в таком духе. Значит, это у нас, видите, вода. Вода уменьшилась. Ну, логично. Пришел октябрь. Мы за октябрь считаем. 40 рублей, 200 рублей. Но самое, девочки, интересное, что ТБО на человека, да? Так как я одна живу. 250. Где бы это видано было? Вода цена меньше, чем мусорка. Девчонки. Я в шоке. Вот я сейчас реально прям нахожусь в таком трансе непонятном, да? Ну, смотрите. Итого за октябрь. А вот, смотрите, я перечеркнула. Это был сентябрь у нас. Видите, тысячу рублей 250. Сентябрь, да? А вот октябрь у нас. Уже, уже набирает оборот, девочки. Поэтому зимой, конечно, будет дороже намного коммуналка. И еще раз напоминаю, что у меня здесь небольшая коммуналка. Хотя здесь очень дорого. И свет, и вода, и все на свете, да? На юге все дороже намного. У меня же еще коммуналка. Еще в Москве у меня жилье. Поэтому там вообще бешеная коммуналка. Там даже говорить невозможно. Поэтому, друзья, вот такая. Вот у нас вот система. Это для тех, кто хочет покупать здесь какое-нибудь жилье. Какое-нибудь землю. Ставить какой-нибудь вагончик. Либо какую-то дачку небольшую, в которой жить невозможно. Либо там еще что-то. Это все не в городе. И я тоже не в городе. Имейте это в виду. Ну, немножечко я отклонена от города. Но не столь важно. И почему подруга меня брала ездить? Мы ездили. Она дом присматривает. Потому что она живет в квартире. Она переехала сюда раньше, чем я. Лет 13 назад примерно. И она всю жизнь жила в квартире. И там тоже она жила в Москве в квартире. Она не знает. А я уже за три года тут немножко, кажется, знаете, хапнула. Да? А то газа нет, с баллонами катаюсь, то со светом проблема была. Со светом решали вопрос, то с водой, да, и так далее. Так что я тоже девчонкам своим помогаю, чем могу. Поэтому, как говорится, переезжайте. Будем дружить, как говорится, с семьями, да. Ну, вот такие вот дела. Так что вот такая вот коммуналка у меня, друзья, за октябрь 2023 года. Продолжение следует...